сделать а вот так даже надо было ближе показывать листаешь допустим листаешь и потом раз и ловить пропадает опять заново то есть невозможно поближе сделаю лайки дизлайки 159 человек мы его тут завершить вот таким образом все завершаю всем спасибо за эфир за просмотр эфира у меня зубы заговариваются тоже побегу переговорю и побегу с девушкой переговорю и пойдем чай подъем кстати земляк а то себе сказали подойди а как то еще скажет что такое это был бы это даже не сказал ну представься там а это потом а а а а а Попытка номер два. Попытка номер два. Первую попытку я, кажется, удалю. Случайно удалил. Попытка номер два. Здравствуйте, свободные люди, свободный народ. Город Москва, Арбат. Мы сейчас идем к стене ЦОЯ. И это видео 360 градусов, прямой эфир. Можете пальцем по смартфону, как говорится, по экрану смартфона полистать. И вокруг увидите. Ждет. Уже фотошап. Ну, сейчас. Так, и что хотелось бы сказать. Если вы на компьютере смотрите, мышкой по экрану тоже поводите. Ну, или как там, нажать мышкой левой и поворачивать. Так, мы стоим возле елки. Здесь начало же, да? Там начало, а мы пойдем в ту сторону. То есть, прямо. И там нас ожидают. Ну, я буду так переходить, ставить трехножку, и вы будете, чтобы потом можно было посмотреть. И качество, конечно, картинки можно, не знаю, там, улучшить. Ну, вам надо там. Так. Идем мы встречаться с Татьяной. Она из Екатеринбурга. Ну, там сейчас подробно все узнаем. А вдруг может стоить, картины хочется. Ну, давайте их оставим. И, уважаемые зрители, вот это видео можно посмотреть, потом записи, вот эти картины. То есть, я, главное, поставил, смотрите, да? Чтобы, смотрите, она не трясется, она стоит, потом они могут заново включить и посмотреть. То есть, уважаемые зрители, если сейчас вам, то есть, нам тоже, как говорится, сейчас время торопит. Мы сейчас быстро будем передвигаться, но можно всегда вернуться, потом, после прямого эфира в записи, это все просмотреть. Все, идем дальше. Я буду так это, по несколько минут. Нет, по несколько секунд, но стоять. Ну, их, да, не видно, да, еще эти картины, я не вижу их. Ладно, будем дальше. Да, и комментарии пока читать не могу. Вы можете между собой. Анатолий Рыбаков, автор романа «Дети». и Арбата. Пишите комментарии. Я не знаю, кто это. Я стараюсь как-то в прямом эфире держать эту камеру более ровнее, но, наверное, не получается. Так, ехал, встать. Вот, на перекресток встану. А там даже не перекресток, там еще что-то. Памятник Акуджави. Вот, люди гуляют. Хэллоу. Эхал, ай-эхал. Какой-эхал. Да. Памятник Акуджави. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня вечером смотрите прямой эфир с YouTube канала «Открытый микрофон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, есть Ну да, есть Ну да, сейчас ножки поставлю Сейчас я его подправлю Сейчас я его подправлю Легче нести А многие спотыкаясь в других попутном направлении Жителей нашей страны А может быть и миры, да? Ну что я вижу? Слева зоомагазин Всякие там Здесь западный окружной военный суд С правой стороны Ну что здесь одни самолеты? Выставка, да? Самолетов? Слева зоомагазин Надо успеть Вот Вот вы Это вы? Здравствуйте Сейчас У нас прямой эфир идет Свободные люди Да? Сейчас 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 Подождите, подождите Так, где нам посветлее встать? Чтоб можно Давайте вот Какой-нибудь панель найдем Да Вот давайте вот здесь Сейчас еще нет А, мы вот здесь поставим? А вы вот здесь встаете А, здесь нет, это канал Дмитрия Баирова Показывает Здравствуйте Привет А то у нас камера только там Звук записывается Понятно Вы из Екатеринбурга Да Это вы встречали Деда Мороза нашего И Игоря Ганашанова Да, Виктора Егорова Я приютила у себя Я за ними следила Ну, сразу начала Первый раз увидела, что Вот Александр Габшин Ну, видимо, кто духовно развит, да У кого сердце открыто Те поняли его И прочувствовали его сердце И Я стала за ним следить Для вам Болеть стала Он такой Добрый Вот видимость Сердца Чего не хватает, наверное, сейчас В России И доброты Детской вот этой Наивности Открытости Открытости Да Открытости Вот этой Детской В общем Прониклась Ну и понимаю Немного Просто я была На Аркаиме Мы Часто бываем На Аркаиме И Аркаим? Я не знаю Сейчас Сейчас буду рассказывать Это примерно Что? Это Челябинская область Где Откуда они пошли Да, и Путин Путин был На Аркаиме И сказал, что Русь Возродится с Аркаима Что все Религии Все Вот они на Аркаиме Все соединятся И И Русь Да Возродится Да Это давно Уже было Просто мне там В прошлой жизни Я бывала Может быть Может быть Да Если есть Другие Как говорится Жизни Это может быть В общем Вот И за ним Я переживала Когда его взяли Повязали Так Это вообще Блэй Чуть не заболела Это Ну нельзя Ну шел человек Ну иди Да Кому мешал Конечно Обидно Самое страшное Боялось Что Сукушку Конечно Попадет Овощи С него сделает Очень Прямо По-человечески Благодаря поддержке Благодаря Властности Да Да Благодаря Интернету Отстояли Слава Господи Да Он Он Тоже Александр Габушев Христианин Да Православный Меня Иногда Спрашивают Вы Начинаете спорить Против Так Жаман Православный Я говорю Почему Врач Может быть Православным Жаман Это Врач А почему Не может быть Православным Врачом Врачом И Слежу Конечно Переживаю За всех Ну Да У нас Страна Мне уже 58 лет Я уже на пенсии Конечно Обидно За нашу страну За Россию За эти перекипы Все За доллар Я вам 50 рублей не дал Спасибо Я как Не Не скрываю Этого Ну Конечно Да Ну вот За вот эти перегибы все За доллары садили Да Сейчас пожалуйста Доллары Не то что миллионеры Миллионеры Какой У нас просто я Из села Пионер кстати Пионеру Привет Это в Таллицком даюне Такой был Был Завод Завод Пионер Ордена Трудового Красного Знамени Прозвали Никому не достало А сама я Доинженер по образованию У меня мама Свинарка была Передовая Свинарка Каждый год На ВДНК Алиска со своими Поросятами С ландерасами У меня бабушка тоже Получала награду Дедку Здесь в Лоскеке Да Как это Медалью получали Ну как Она тоже Как в сельской Ну Ну вот И у меня мама Постоянно ездила Ну и я сама И с детства помогала Просто сказать что Разве это такое Животноводство было Я сама как соотехник И когда Владимир Владимирович Говорит А не было Вот так вот Прямо Не было Говядины В России В СССР Это Мне Затеринство Такое Говорить Когда у нас Только в Талицком районе В Судновской области Такой отформочный Был комплекс Моя сестра Верхврачок Там работала Всех бычков со всей области Свозили на этот Отформочный комплекс Ну где вы брать Ну брать Зачем Что не было Ну концу Советского Союза Там не хватало Что не было Ну это в конце Сначала Сначала Это все В начале В начале Такой Отформочный Просто я как Зоотехник Говорю Вот Всех бычков Со всей области Туда свозили Даже построили Пятиаташки Для рабочих Сейчас знаете что Вот Въезжаешь В этот Погорский совхоз Вот такая река С мостика Вот эти Пятиаташки Стоят как будто После войны Пустые Пустые Конечно Их отключили Естественно Отопление Все Кто будет жить Все здесь ехали А были детские сады И дома В Сувайкальском крае Тоже я видел Там такие же дома Прошли Да даже Я имела неосторожность Приватизировать Трехкомнатную квартиру В Байкаловском районе На той же Светловской области Дали мне Я закончила институт У меня уже У меня уже 20 грамм В Зайсовлике Бурятия Новая Прянь Там тоже Есть дома Прямо в поселке Пятиэтажные Дома Там брошенные Ни окон Ни дверей Я про свой дом Хочу рассказать Обидно Обидно Ну почему все началось С весны Я же пенсию получаю Я не свой получаю Молодину пенсию Ну сразу смехнула Посмотрела За что зашла Судебный пенсию Судебный пенсию Нашла За капитальный Дома Дома Уже сказать Не существует Это мне дали Квартиру После института Бесплатно У меня трое детей Рядом детский сад Рядом школа Трех комнат Естественно Каждый год Откопил Три человека На первом этаже Им некуда дивансы Три человека Остались на первом этаже Могу Потому что Отцепили Еще в 90 году 20 лет тому назад Кому отцепили Это отопление Потому что уже Топили котельную Только дровами Чтобы детский сад Дай бог Продержали Водя из колодца рядом с домом. Печи допили, а мне на второй этаж. Потом уже тяжело стало, я естественно... Дети в институт поступили у меня, сыновья Екатерина, и я забегу и я. В общем, короче, снимают деньги за то, что услуга не предоставляется и все остальное. Дома нет, пожалуйста. Ну не обидно? Конечно. А, конечно, обидно. А там вы писали заявление, там не бесполезно? Да, не бесполезно вообще. У нас дурдомку. А вот смотрите... Побольше бы открытых микрофонов от правительства, чтобы вы спешили не вновь. Ради Бога, дайте я вам подарю. Нет, не надо, спасибо. Я приплачу. С долгами. Нет, ладно. Я приплачу. Такой момент, другой вопрос. Ну вот сейчас зрители смотрят, сейчас уже прибавилось 245 человек. Нет, нет, да. Ну, то есть вопрос вот следующего характера. То есть коммунной Руси, как говорится, кто мешает, ну, если жить хорошо? Такой вопрос. Потому что нет жалобов. Наши котят, мы можем сейчас сходить? А чехотят вы можете поставить? Хозяин...